Многие культурные объекты в ряде городов Азербайджана пока остаются закрытыми. Однако музеи, выставочные залы уже распахнули свои двери для посетителей. Возобновил свою работу Ягубустанский национальный историко-художественный заповедник. Если вы хотите познакомиться с историей одного из древнейших поселений человека в мире, то вам обязательно следует посетить заповедник. Позади меня можно увидеть одну из гор, которая входит в состав заповедника. Называется она Бюйкида, что в переводе с азербайджанского означает «большой камень». Именно по этой горе проходит основной туристический маршрут. В 30-х годах прошлого столетия местность была завалена большими каменными глыбами. Во время работ в каменном карьере один из рабочих заметил на скале необычные рисунки, а затем были найдены и пещеры. Работы в карьере остановили, и за исследованием данной местности взялись ученые. В 1939 году археолог Исхак Джафарзаде начал первые археологические исследования петроглифов Гобустана. Исследовал их и известный норвежский ученый и путешественник Тур Хейрдал. Ученый признал имеющиеся здесь наскальные изображения лодок древнейшими из известных в мире изображений пирог. Эти суда, похожие на древние скандинавские корабли, поводили его выдвинуть гипотезу о родстве между норвежцами и азербайджанцами. На территории древнего поселения, усеянного множеством обломков скал, расположились предметы, принадлежавшие жителям эпохи Каменного века и последующих периодов. Есть здесь и останки большого доисторического кромлиха. На горе Бюйки-Даш имеются несколько пещер, больших и маленьких. Мы сейчас зашли в самую большую пещеру, на скальных рисунках которой можно увидеть животных, птиц, людей. Также такие рисунки встречаются в основном в пещерах или на обломках скал. Можно даже проследить отдельные эпизоды жизни людей того времени, как они охотились, как вели привычный образ жизни. Множество уникальных артефактов, орудий, относящихся к палеолиту, мизолиту и неолиту, анимационные представления, видеоматериалы представлены в интерактивном музее. Ежегодно заповедник посещают тысячи туристов. Однако из-за пандемии коронавируса музей некоторое время был закрыт. После очередных смягчений карантинного режима его вновь открыли для посещения. Перед открытием в нём была проведена капитальная дезинфекция. В рамках мер по смягчению карантинного режима с 31 августа Губустанский национальный историко-художественный заповедник возобновил свою деятельность. При входе в музей на вас должна быть защитная маска. Сотрудники измеряют температуру каждого посетителя музея, предоставляют дезинфицирующие средства для рук. В фойе и в залах музея можно увидеть информационные таблички о профилактике заражения COVID-19. А также нанесена разметка для соблюдения физической дистанции. Заходить внутрь можно группами не более 5-6 человек. Гуляя по загадочному музею под открытым небом, можно буквально отправиться в путешествие по прошлому. Рассказывать об этом необыкновенном памятнике истории можно очень долго. Но лучше всего прийти и увидеть всё это своими глазами. Губастанский заповедник открыт для посетителей с 10 утра и до 6 вечера.